Открытие летнего сезона Начинаем с разведки новых для нас отдаленных мест и направлений В самом начале нашего пути лесная дорога не предвещает ничего плохого Разве что распертая бревном гусеничная лента в траве Тонко намекает о грядущих сложностях Лето безраздельно воцарилось в наших краях Пышно зеленеют поля и луга, украшенные ярко-желтым одуванчиком да купальницей Мы тихо едем по лесному сафари, любуясь окрестными видами Наслаждаться пейзажами получается недолго Начинаем плутать среди лесных отворотов, а дорога портится на глазах Грязь здесь надо отметить самой неприятной консистенции Говоря устами одного известного глубокая глина и из палец воды сверху Грязь камнями налипает не только к бегемоту, но и к ногам Ее так много, что мы миримся и уже не обращаем на это внимания На одном спецучастке, рассеченном вдоль и поперек глубокими бороздами Бегемот неудачно соскальзывает и напарывается на торчащую из грязи березу Которая с характерным щелчком вырывает расширитель Фиксируем первые потери Благо, расширитель срывает удачно и дело решится с заменой клипс Бегемот же оказывается в западне Стволы, лежащие в колье деревья, плотно упираются в кузов Безопасно не выехать Делать нечего Достаю садовую пилку и расчищаю путь Еще через несколько метров снова засада Становится окончательно понятно, что путь будет нелегким Чтобы уменьшить давление на грунт и получить хоть немного больше зацепа травим колеса Разумеется, вскоре дело доходит и до лебедки Замечаю, что пульт работает не так, как надо Меняю севшие батарейки на новые, на этот случай они всегда с собой, но что-то все равно не так Часто щелкает реле, значит приемник ловит помехи Лучшим решением на месте будет подключить напрямую проводной пульт Хоть подлезать на ощупь под решетку радиатора до блока соленоидов и не самое простое занятие Подключаю пульт и лебедка, увеличивая градус накала, перестает работать на размотку Реле при этом щелкает Закисли щетки мотора, подумал я Совсем другое дело, да? Однако проблема оказывается в подклинившем стопоре свободной размотки И дело решается простым передергиванием этого стопора Двигаясь от одного спец участка до другого мы уже теряем им счет Но самое главное, мы метр за метром приближаемся к своей цели А кто-то костер ржег Наверное так же застрял, как и мы сейчас И решил отдохнуть В конце концов, дорога приводит нас в заболоченную Уральскую тайгу Дорога, по которой становится все уже и уже Кусты и деревья с обоих сторон буквально хватают бегемота Будто бы уговаривая развернуться В конечном итоге, колея уходит куда-то в бескрайнее болото И если верховые болота на плато Укок в нашей экспедиции на Алтае Хотя бы были окружены эпическими видами То здесь потратить лишние несколько часов большого энтузиазма все же не возникает Давай, давай И хотя до залива остается всего ничего Решаем не рисковать Вместо этого спешиваемся И отправляемся на разведку по нескольким перспективным направлениям Жаль, но и здесь мы каждый раз упираемся в тупики и непролазные завалы Казалось, что ягоды уже созрели Весной, весенние ягоды Да тут вообще кайф Просто чума Вы могли заметить, что Ольга щеголяет в новом костюме Знали бы вы, насколько сложно девушке найти костюм для леса Например, мы на весь наш миллионный город нашли всего две женских модели в принципе А одна из них, производство Tiger, оказалась настоящей находкой Костюм специально спроектирован для охоты и рыбалки При этом выкранен с учетом женской анатомии, износостойкий и недорогой Ольга в нем выглядит просто прекрасно Конечно, компания, помимо женских, производит и сотни мужских моделей Рекомендуем ознакомиться с продукцией Tiger по ссылке в описании Петляя по звериным тропам, мы наконец-то выходим к заливу Это ванная медведя Ванная медведя, ага А вон, смотри, смотри, смотри Ничего себе Проехать на машине здесь, конечно, не получится Но впереди до берега просматриваются дороги А значит, остается только найти их Делаем большую петлю в несколько километров И, наконец, довольны оказываемся у самого берега Разведка тем и прекрасна Что невозможно предположить наверняка, какое место найдешь Да и найдешь ли что-то стоящее вообще Конечная точка нашего маршрута не исключение После такой сложной дороги Наша награда достаточно чистая и капитальная стоянка Конечно, не самая уединенная и дикая Ведь на большой реке даже самые лучшие места всегда доступны с лодки А иной раз и по берегу в засушливое лето Сейчас же, в холодное и дождливое начало сезона Мы, безусловно, здесь одни Бегло осматриваю бегемота Не считая вырванного фендера К потерям записываю стойку стабилизатора Займусь ей позже А пока устанавливаем палатку Протянувшихся до самой полянки золотых лучах Ставить лагерь особенно приятно Но солнце обманчиво И несмотря на начало лета Мы обязательно ставим печку Обещают дожди Да и ночью температура будет опускаться до плюс восьми Также понадобится бак на печке Но с ним небольшая проблема При его установке замечаем, что приемная труба погнута Видимо, чем-то придавила С помощью пассатижи и молотка быстро устраняю проблему Готово Теперь мы обеспечены не только теплом от печки Но и горячей водой Можно будет с комфортом помыться Летом на смену громоздким раскладушкам Приходит надувной матрас со спаренными спальниками Напротив размещаем стол с двумя стульями Между ними печь Такая расстановка сохраняет много свободного пространства И позволяет с комфортом заниматься привычными делами Обсуждая планы на завтра Жжем жаркий костер до самой ночи В предвкушении насыщенного и интересного дня Утро встречает нас хмурыми густыми тучами Захватившими все обозримое небо до самого горизонта Начинаем новый день, как всегда, с утренних процедур Несмотря на то, что мусора на полянке практически нет Все же хочется немного навести здесь порядок Займемся этим после завтрака А пока просто ополаскиваю стол Зачашка ароматного напитка Оживленно размышляем о благоустройстве лагеря Дел сегодня достаточно От стирки вещей и душа до рыбалки и кулинарных изысков на ужин Немедля приступаем Первым делом очищаю стол с помощью куска коры Обильно поливаю его водой И столешница вновь сияет чистотой и белизной Насколько может, конечно Совсем другое дело Следующий на очереди тент Лавируя между близкорастущими соснами Держим в уме две вещи Тент должен быть хорошо натянут, чтобы выдержать обещанные порывы ветра И второе, обязательно продумываем скат для осадков, чтобы дождевая вода не копилась на тенте Лагерь почти готов Остается запастись дровами И заодно по пути собрать еще один немаловажный ингредиент Для успешности сегодняшнего дня Приносим в лагерь лежащую возле дороги сушину Примеченную нами еще на подъезде Заодно внимательно осматриваем отслаивающуюся кору Стоящих неподалеку сухостоев Эти деревья уже приговорены Но еще могут помочь нам в одном деле Нам нужна приманка для рыбалки В сосновом бару, да после дождей, найти земляных червей непросто И первое, что приходит на ум – личинки караеда Но этот лес оказался весьма занятным Сколько бы деревьев мы не проверяли, найти личинок не удается Зато в огромном количестве находим плоских и очень активных личинок огнецветки Которые в том числе питаются и караедом Обычно огнецветки встречаются в лесостепе Поэтому было удивительно встретить их здесь Что ж, раз караеда мы здесь вряд ли найдем Берем с собой несколько шустрых многоногих личинок Во время сбора личинок мы слышим необычную песню Предполагаем, что это сова Друзья, напишите пожалуйста в комментариях, если знаете, кому принадлежит эта мелодия Прежде чем заняться разделкой древесины, перекусываем бутербродами Свежую чиабатту сдабриваем горчицей Сверху – ломтик грудинки Проверенное, идеальное и сытное сочетание Дрова нам понадобятся и для нагрева воды в баке И для долгого вечернего костра И для отопления палатки ночью Сразу затапливаем печь Чтобы уже через пару часов получить почти 12 литров речного кипятка для бытовых нужд Но для начала бак надо наполнить Но не все проходит гладко За считанные секунды под едва сдерживаемый смех превращаем палатку в баню Тем временем на небе появляются просветы Становится уже достаточно тепло Пора отмыть с одежды вчерашнюю грязь и привести себя в порядок Главное в этом деле – большое количество воды и биоразлагаемое мыло Без вреда, растворяющейся в природе Сушиться кофта отправляется в натопленную палатку На шпагат растянутый между двух карабинов слева от печки К вечеру должна просохнуть Пока в облачном небе виднеются проблески Вывешиваем солнечную панель На ней, кстати, мы дополнительно пришили новую петельку Чтобы можно было повесить панель вверх карманов Не боясь, что что-то может выпасть Удивительно, что все производители копируют друг у друга конструкцию этой панели Сами до этого не догадались Не успеваем толком порадоваться потеплению, как погода начинает портиться Налетевший ветер раздувает тент словно парус Не заставляет себя ждать и дождь Такое вот контрастное уральское лето Но ни один дождь не испортит наших планов Тем более, что мы под надежной, на наш взгляд, защитой тента Делаем прикором на основе ячневой крупы Пока каша варится, толчим семечки и измельчаем сухари Остается все смешать и добавить для аромата сухой укроп и чабрец Неплохо Приступаем к рыбалке Я буду использовать полноценное тяжелое удилище для донной оснастки А Ольга – наш резервный комплект из маленькой легкой удочки С крохотной пластиковой катушкой Да мини-кормушкой на 20 граммов И пусть комплект совсем не фидерный Он обошелся нам буквально в 500 рублей И, к нашему удивлению, работает уже второй год без нареканий в любой роли Фидер, спиннинг, поплавок Наверное, рыбаки мы просто неискушенные Разгоняя тучи, ветер будто небрежно собрал все облака В кучу у противоположного берега Чтобы мы на контрасте смогли полюбоваться ясным июньским небом Улов же пока скромный, даже по нашей оценке На крючок попалась всего одна заблудившаяся платвичка Пробуем и поплавочную снасть, но рыба клюет неохотно На двоих всего три поклевки и две рыбы за трехчасовое занятие Потревоженное тучами солнце не перестает заливать окрестности радужными цветами Теперь земля, трава и деревья источают непривычный теплый оранжевый свет И все это на фоне холодного тона неба Такое редкое явление обычно предзнаменует скорый разгул грозы Посмотрим Несмотря на приятные глазу окружающие краски Наши грандиозные планы на вечер под угрозой Нужен улов побогаче Мы не сдаемся и продолжаем рыбачить Между делом, пока позволяет погода, решаю заняться бегемотом Немного обливаю его водой и осматриваю сломанную стойку Повезло Не считая проломленной шайбы Обе резинки, крепко запечатанные грязью, остались на месте Ольга вызывается помочь Раскачиваем раму Завожу стойку в посадочное ухо В косметичке бегемота нахожу подходящую шайбу А позже вспоминаю У меня с собой и вовсе есть абсолютно новая оригинальная шайба Чтобы закрутить стойку, нужно поджать колесо в арке Для этого простой раскачки уже недостаточно Можно либо покатать бегемота по поляне в поисках нужной диагонали Или же просто поднять противоположный бок хайджеком Второй вариант мне показался лучше Бегемот снова в строю В рыболовном деле пока без перемен Нерест почти закончился Рыба клюет крайне неохотно Да и погода заговаривает Чтобы не терять время напрасно Переходим к реализации одного полезного дела в лесу Дорога была довольно трудной и грязной Хочется помыться Благо с этим в наших поездках все на высшем уровне Ставим душевую палатку Которая уже много пережила на своем веку Да и конструкция у нее не самая удобная Но своей целью все еще служит Под ноги в лесном душе мы исторически стелем так называемую в простонародье майку или штане или по научному гаситель троса лебедки Изделие прочное и очень плотное не боится воды и хорошо скрывает неровности Что касается душевой установки То это наш старый добрый палубный душ с лодки Который мы практически всегда берем с собой для различных нужд Например для мойки нашей большой палатки Если вы еще не смотрели то короткое но полезное видео Обязательно посмотрите Основным преимуществом такого насоса является работа от прикуривателя 12 вольт С собой у нас как раз есть повербэнк с таким гнездом Проверено Душ от него может работать несколько часов без остановки Сама же установка при этом полностью автономная Можно устроить душ в любом приглянувшемся месте Независимо от расположения машины или лодки Такой душ можно использовать с ранней весны и до поздней осени Горячая вода не даст замерзнуть А палатка копит влажное тепло и защищает от ветра К вечеру моя лесная кофта Прошедшая вот уже сотни дней различных поездок, мотопутешествий и походов Ожидаемо просушилась И несмотря на свой особенный цветовой градиент Выглядит прекрасно Незаметно наступает вечер Пришло время развести костер И заодно немного привести в порядок островище Несмотря на безобразный внешний вид, мусора в нем совсем нет Это просто нагромождение различных калибров пожженных веток и чурбанов Костер же нам сегодня пригодится не только для обогрева и уюта, но и для кулинарных дел До поздней ночи мы не теряем надежду поймать рыбу И пока один занимается приятными небольшими делами Второй несет вахту у кромки воды К счастью, вечерний клев не обходит нас стороной Пусть он и весьма скромный С наступлением короткой уральской ночи приступаем к готовке ужина и нашей главной цели Сегодня в меню рыбные котлеты из платвы и запеченная картошка Ольга отправляет печенку на угли А я занимаюсь заготовкой филе Благо запасы рыбы пополняются прямо по ходу процесса Удочки мы не сушим Первым делом делаю два надреза вокруг верхнего плавника Это поможет проще снять кожицу Завожу нож на уровне хребта и веду к брюшным плавникам Далее снимаю ее уверенным движением Получается такая вот заготовка Затем провожу ножом вдоль хребта и срезаю филе со спинки и ребер Конечно, нашу камскую платву не назвать самой мясистой рыбой Но при планировании количества котлет Можно ориентироваться из расчета Одна средняя рыбка на одну небольшую котлету Чищу луковицу и разрезаю ее на 4 части Также понадобится и белый хлеб В нашем случае это пшеничная чиабатта Напоследок остается самое простое и самое главное Пропустить все ингредиенты через мясорубку Чтобы фар стал нежным и не чувствовались косточки Прокручиваем его три раза Многие недооценивают самую простую мирную рыбу Вроде платвы или леща Считая ее костлявой, безвкусной или болотной Предпочитая им как минимум хищную рыбу из этих же рек Но поверьте, в случае приготовления котлета абсолютно все минусы нивелируются Просто попробуйте приготовить котлеты по нашему простому рецепту И вы измените свое кулинарное отношение к простой мирной рыбе навсегда Ольга сменяет меня за столом Добавляет в фарш соль и немного молотого перца Тщательно перемешивает Это сделает котлеты еще более сочными Предварительно смачивая руки холодной водой Фарш легко формируется в аккуратные котлеты Остается только обвалять их как следует в панировочных сухарях Тем временем сковорода с маслом уже хорошо нагрета Отправляем котлеты румяниться Готовятся котлеты быстро Уже через 12-15 минут их можно подавать к столу Печеный картофель к этому времени тоже готов Он равномерно пропекся на углях Выкладываем его в тарелку вместе с котлетами И добавляем свежие помидоры Что сказать Котлеты получились просто идеальными Нет ни малейшего намека на кости По консистенции нежнее паштета Очень сочные внутри С хрустящей пшеничной корочкой снаружи С легким островатым вкусом Просто изумительные котлеты Не уступающие таковым из морской рыбы Мы часто возвращаемся к мысли Что только на рыбалке или охоте можно попробовать блюда из свежепойманного улова или добычи И это не сравнится ни с чем И познать это к сожалению или к счастью можно только опытным путем Поэтому друзья призываем почаще выбираться на природу Экспериментировать с лесной кухней Не бояться непогоды И конечно наслаждаться покоем и умиротворением Которых так часто не хватает в городе А мы за поздним ужином не замечаем Как короткая уральская ночь сменяется робким рассветом Огромная к вам просьба подписаться на канал Также мы всегда рады читать ваши комментарии И видеть лайки под видео Это та необходимая для нас обратная связь от вас Мотивирующая делать новые видео С вами ели рыбные котлеты Михаил и Ольга До новых встреч Пока Пока